Аллилуйя Вечерняя молитва, вечерний эфир с нашей Киевской архипископией сегодня провожу посвященный дню памяти трагедии и героизма европейского еврейства сегодня особенный день сегодня заканчивается вечер 20 апреля 2020 года но по библейскому календарю еврейскому календарю сегодня завершение 26 Ниссана и начало уже 27 Ниссана и это в общем-то как раз уже скоро день независимости Израиля и есть такая дата в календаре Израиля, в современном календаре это 27 Ниссана вот сегодня вечером наступающие это дата как раз она так и называется вот сейчас я даже прочту как она на иврите называется да Слава Христу за Его воскресенье Александр пишет Аллилуйя Аллилуйя да слава Богу слава Богу так вот название Йом Ха Зикарон Ле Шоа Велегвура день катастрофы и героизма европейского еврейства так вот называется да Йом Ха Зикарон Ле Шоа не Холокост а Шоа Шоа трагедия да катастрофа Велегвура вот это особенный день особенное время сейчас хочу помолиться продолжаются Дни Отчета Омира одиннадцатый день и то есть мы сейчас находимся между Пасхой и Пятидесятницей вот в это время находимся и кстати в традиционном православии Пасха только вот началась буквально да вот вчера значит сегодня второй день только вот в библейском календаре в Божьем календаре Пасха уже закончилась уже давно уже и мы сейчас на пути от Пасхи к Пятидесятнице потому что Всевышний Бог Он повелел нам всем верующим да отчитывать 49 дней от как раз исхода и на 50-й день празднуем Шаву от Пятидесятницы да так что в этом году до 28 мая отчитываем получается дни эти да Шалом Сережа Шалом друзья Инночка пишет Аллилуйя Шалом 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 Да Слава Богу Молодец Инночка подключилась вот да Всех приветствую да Добрый вечер я смотрю еще кто-то подключился Слава Богу да молодцы спасибо огромное за поддержку за участие да в моем служении Господу за вот молитвы ваши да Инна пишет всем добрый вечер да всем 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 добрый вечер да рад что присоединились возлюбленные дети Божьи здравствуйте добрый вечер Оля пишет да слава Богу да Киев да витает Киев вот карантин нас разделяет даже в городе в одном находясь мы не можем увидеться но в разных районах да насчет там но вот в разных странах в разных на разных континентах порой да разное есть разделение но слава Богу за интернет слава Богу за Божий Святой Дух слава Богу за действительно настоящее единение да друзья добрый добрый вечер приветствую всех Елена пишет да приветствую шалом приветствую всех святых на карантине в Москве да на Болоне Валерий пишет да тоже тоже Киев на Болоне ну а я на Черниговской на Лесовой возле метро Черниговской и Лесова сейчас вот так вот на Киото жалко красивый парк вот прям под окнами а пройтись нельзя ну так мельком так знаете так мимоходом так пройдусь перебежками в маске так в наморднике как говорится да и так только немного пофоткаю и дальше в магазин как бы крюк делаю такой через парк хотя можно и напрямую пройти к магазину но я как-то так через парк пройду хотя бы хоть что-то посмотрю эту красоту хотя бы вот знаете ли да обидно прям красота прям возле тебя и ее не унюхаешь и особенно не разглядишь лавочки все печатаны не посидишь на лавочке вот ну да ну ничего самое главное что красота внутри нас раскрывается божья красота сейчас и когда люди мы верующие ограничены во внешнем да то во внутреннее идем Валерий пишет парк вот так вот так что у нас в гостях были да так что заезжайте брат если значит возможно как-то слава Богу и за скорбь и за радость Андрей пишет вот так вот вот так вот слава Богу за все вот мы и в скорби и в радости мы с Господом вот и в болезни и в здравии во все дни нашей жизни и ничто нас не разлучит даже смерть не разлучит нас вот так вот слава Богу Аллилуйя Да, друзья, да, киевляне, пишите мне, да, Инночка пишет, аминь, аминь Киевляне, пишите, друзья, значит, да, и кто с Украины, пишите, вот, буду рад общению какому-то, да Вот, на Viber, WhatsApp, у меня здесь, значит, ну, короче, будем на связи На Viber, на WhatsApp пишите Я вас недавно знаю еще, да, давно знаю еще, со времени Аделаджа, Валерий пишет, ух ты Да, я с пастором Сан-Деем Аделаджи познакомился еще в 97-м году, в конце 97-го года Вот, в ДК Королева, да, классно, я так вообще, ну, очень порадовался Тогда я гостил там недалеко на Святошине у католиков, в костеле жил, значит, ну, не совсем в костеле, а в монастыре римно-католическом Да, в 97-м году приехал туда, значит, и познакомился как раз с пастором Сан-Деем, да, классно было время, здорово Так что рад очень, что, да, тоже меня с того времени знаете, помните, да, в 97-98 годы были, да, такие мощные, насыщенные, очень даже духовно Да, и, дамы и господа, братья и сестры, всех приветствую, еще кто подключился, вижу, да, слава Богу, здорово Молодцы, что подключаетесь, поделитесь этим видео с друзьями там в социальных сетях Валерий пишет, в Манеже там были, но в Манеже тоже позже, это уже поздно, это уже, не знаю, когда там, начало двухтысячных, наверное То есть это уже ближе к нам, вот, все-таки в Королево было лучше, мне кажется, служение, там было мощнее было служение, там действие Духа Святого было сильнее Добрый вечер всем, что за катастрофа, еще такая Киото, название японское Вот, здесь, да, просто я отвечаю на вот вопросы, как бы, и поэтому немного все так получилось сумбурно Вот, начнем по порядку, Киото это древняя столица Японии, это никакого отношения к сегодняшней теме не имеет Хотя, очень красивый город наверняка, не бывал я в Японии, но очень люблю Японию, благоставляю японский народ Да, молюсь за и Хоккайдо, и Хонсю, и Кококюсю, и за малые острова, пусть в стране восходящего солнца, воссияет солнце правды, Иисус Христос, Аллилуйя Да, здесь парк Киото в Киеве у нас, потому что Киев, да, где сейчас я нахожусь, и Киото, там, далеко, в стране восходящего солнца Города побратимы, пусть Господь благоставит вас, Сергей, еще больше, Игорь пишет, Аллилуйя Спасибо огромное, брат, дорогой, спасибо И вот, молюсь за города побратимы, молюсь за Киев, молюсь за Киото, Киев, Киото, две древних столицы Киев, это душа украинского народа, да, значит, Киото, это душа японского народа Это очень созвучно, очень похоже, вот, и судьбы у них похожи, такие схожи, вот И, знаете, друзья, скажу, что сегодняшний эфир вечерний, вот в это время, и вообще в вечернее время, да Я буду стараться какие-то тематические вещи говорить, и сейчас мы находимся в промежутке между Пасхой и Пятидесятницей Я вот в начале сказал, да, эфира Мы живем сейчас вот в это время, отчитываем дни, день за днем, день за днем Уже начинается двенадцатый день вот этого отчета Омера Отчета со дня, ну, возношения первого снопа, да, воскрешения Иисуса Христа, воскресения Иисуса Христа Вот, хотя в традиционном православии, я говорю, Пасха только началась, вот, только вчера еще началась Вот, но в библейском православии, настоящем, да, настоящем календаре, библейском календаре Божьем, да Пасха уже завершилась уже, уже давно завершилась Вот, и мы ведем отчет уже, уже двенадцатый день от Пасхи, да, значит, от, не просто от Пасхи даже, а от возношения первого снопа От воскрешения Иисуса Христа Бог воскресил Иисуса, и Он воскресит и нас И мы рассуждаем, размышляем, все эти дни, отчета Омера, приготовляемся к Пятидесятнице Пятидесятница в этом году будет у нас 28 мая вечером И 29 мая днем, да, мы будем, значит, продолжать празднование Я вас тоже давно знаю на видеокассете, Гелена пишет, где вы свидетельствовали, как Иисус вас спас в армии Вы еще молодым были, да, не дочитал до конца А почему Авиф называется Ниссаном? Светлана пишет Да, свидетельствовал об армии я, значит, много, да, одно время, слава Богу, да А месяц этот, вот завершающийся сегодня, ну не сегодня, вообще в эти дни завершающийся уже месяц Первый месяц В Библии чаще всего он называется просто первым Когда в Библии мы читаем в первый месяц, там, такого-то там царя, там, такого-то правления То мы должны понимать, идет речь вот об этом месяце В Библии он называется чаще всего, вообще в Библии чаще всего все месяцы называются просто первый, второй месяц, третий месяц и дальше Вот, потому что сам Бог Всесильный сказал месяц сей, вот этот месяц весенний, да, значит, будет у вас начало месяцев года Отчет месяцев, отчет лет мы ведем И летоисчисление есть от создания мира, а есть от нашего исхода Согласно тому, что Бог, вот, попросил нас сделать, да И от нашего исхода, какой год наступил, кто помнит? Первый месяц завершается, какого года? Первый месяц завершается, какого года отчета от нашего исхода? Кто первым, давайте, напишет сейчас Вот, и есть от создания мира, отчет лет, согласно Библии, да, лет исчисления От создания мира, 5780 год на дворе с половиной, да Значит, Светлана пишет, не знаю Нет, может быть кто-то еще, может кто-то повнимательнее, может Ну, кто в прежних эфирах был участником прежних эфиров От нашего исхода, какой год наступил? Уже первый месяц заканчивается этого года Исчисление лет Да, Оля, молодец, слава Богу, вот, да, да, 5 баллов Оля пишет, 3332, да, совершенно верно 5780 это от создания мира, согласно Библии, от Адама От Адама прошло до сегодняшнего дня, да, 5780 Добрый вечер, Божий всем, я еще слушала вас на аудиокассетам Оля пишет, Аллилуйя Да, было дело, когда-то кассеты были в моде, да Значит, было дело, аудиокассеты, видеокассеты Потом диски появились Теперь все гораздо проще Теперь вот интернет, он полностью нам заменил и диски, и кассеты, и аудиокассеты Слава Богу Вот, кстати, хорошая вещь И вот, значит, ответить на вопрос, почему Авив, почему Ниссан Этот месяц завершающийся, сегодня 26-е уже число этого месяца библейского календаря По гражданскому календарю, я не имею, сегодня 20 апреля Вот, значит, а по библейскому календарю 26-е, сегодня число первого месяца завершается уже, да Вот, и этот же самый месяц в Библии имеют еще другие названия В отличие от всех других месяцев Есть древние названия, древнее еврейское название Это название месяца Авив 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 это весна Это буйство весны, можно так вот перевести Это, ну, весна красна У нас обычно с красавицей ассоциируется в славянской культуре, да В славянских культурах весна идет весне дорогу и имеет сюда такая красавица, такая девица, такая венкена, еще там цветы, там, еще все прочее, да А в еврейской традиции Авив это жизнь дающий отец Авва, дающий жизнь всему Это Бог, который нас сотворил и который оживотворяет все Авив, Авив это древнее еврейское название Оно сейчас почти не употребляется, очень редко В Библии оно встречается, да, Авив название Но, дело в том, что после Вавилонского пленения, значит, еврейский народ, когда вернулся Это после того, как по грехам нашим храм был разрушен первый Соломонов, да, значит И потом было покаяние, обращение, восстановление, история второго храма И вот придя уже с Вавилонского пленения, значит, еврейский народ принес другое название этого месяца Ниссан Ниссан И чаще всего мы знаем этот месяц как Ниссан Он до сих пор, значит, в календаре, современном, гражданском, еврейском календаре Обозначен этот месяц как Ниссан Ниссан И в Библии он чаще всего так и называется, Ниссан Тоже, в принципе, это означает весну Ницам, это вавилонское, означает набухшая почка, распускающаяся почка В принципе, это то же самое, только на вавилонском таком наречии Вот, значит, а вообще исконно наше, исконно наше, исконно еврейское, это авив Авив, это более древнее, это исконное, и оно указывает не просто на набухшую почку, не просто на весну А указывает на дающего весну и оживляющего все Бога, Творца, Отца нашего Авину, Авину Малкейнум Шеба Шамайем мы говорим, да? Отец наш и Царь наш, который на небесах А Дух Святой, Руаха Кадош, который поселяется в сердцах людских, он взывает в нас Аба Ава, 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 а это Ава, значит, папочка, папуленька, папенька А Вину, это отец, это папа А Ава, это папочка, папуленька В украинском есть слово такое нежное, тоже переводится, вот это слово, оно доносится Татус, 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 вот и это просто сверхъестественно, когда Божий Дух из нас молится Изнутри нашего естества взывает к небесам Ава, папочка, папочка, папуленька, папенька Татус, Татус, слава Богу, да Поэтому, дамы и господа, вот и то, и другое, и третье название этого месяца, оно имеет место быть Этот месяц завершающийся, он, ну, сегодня прояснение такое, да Я думаю, мы сегодня ночью увидим Луну все-таки Она месяц совсем маленький уже стал, уже совсем Татус, папусь, да, да Татусем Вот, значит, я во Львове был, как раз, в церкви, значит, Агапа Там проповедовал, и там пастор, как раз, молился Татус, Татус, мне так понравилось, вообще, классно Вот, и, знаете, друзья, поэтому Этот месяц называется завершающийся Авив Он называется и Ниссан Но чаще всего в Библии он называется просто первый месяц Чтобы не было путаницы никакой, просто первый месяц Поэтому в Библии, когда мы читаем первого месяца Первого месяца, то мы знаем, что именно вот в этот месяц как раз Все и происходило О, спасибо тебе, Господь, благодарю тебя за добрый вечер Благодарю тебя, Господь, за это завершение уже 26-го, уже Ниссана 26-го, Авива И сегодня вечером мы начинаем уже 27-й день этого месяца Да, остается совсем немного Друзья, в пятницу уже завершение этого месяца И уже начало будем праздновать нового месяца Кстати, да, эта суббота предстоящая нам Слушайте, этот шаббат, он будет необычный, да Он будет у нас как раз Сейчас посмотрю, уточню на всякий случай Так, да, эта суббота будет у нас уже 1-го Ияра Ух ты Да, а в пятницу будем уже мы 30-й Ниссана И как раз новомесячье будет у нас Новомесячье Новолуние Пятница, суббота Одним словом, с пятницы на субботу будем как раз вот И в пятницу саму всю будем отмечать новомесячье В Библии называются эти праздники новомесячье Потому что зарождается новый месяц Будет зарождаться как бы Как будто бы рождается новый месяц Так красиво название новомесячье И в это время было принято трубить в трубы Оповещался народ о начале нового месяца Потому что это как божьи часы Луна, звезды, все это дано нам как чтобы для ориентира Для того, чтобы мы как бы смотрели как на небесный циферлад Наблюдали все это Аллилуйя Для знамений, для времен, отделений времен Господь все это создал Удивительно Бог создав этот мир Запустив механизм временного измерения Он сделал и такие небесные часы нам Для удобства Солнце всходит, уходит День прошел Луна появляется Новомесячье Полнолуние И потом убывает месяц И самые великие божьи чудеса совершались как раз в полнолуние Вот в полнолуние допустим прежнего месяца Предыдущего месяца Адара Бог совершил пурим свой божественный Избавление наше Аллилуйя состоялось В полнолуние этого месяца Первого месяца Совершился Песах Пасха Господь вывел нас Рукою крепкую, мышцу высокую Аллилуйя Хотя есть и новомесячье Величайшие праздники Библии Божьи праздники Самое великое новомесячье Являющееся праздником Это начало месяца Тешри Это осенью уже Это по нашему получается Сентябрь месяц Обычно в середине сентября Бывает в конце сентября По-разному Но обычно в сентябре Выпадает Начало месяца Тешри Новомесячье В сентябре Когда совершается новомесячье Луна появляется Новая То не просто трубили шафара Не просто праздник Это был праздник труб Праздник трубного зова Библия называется Йом Таруа Праздник трубного зова Праздник трубления И как раз Это начало осенних праздников Кульминацией которых Является суккот Поставление кущей Именно в осенних этих праздниках Произошло первое пришествие Господа нашего Иисуса Христа Его Рождество Рождество Хотя Рождество Христово Из-за антисметизма И цезарепопизма И всяких прочих измов В церковной традиции Рождество принято праздновать В конце декабря А то еще и дальше Еще и хуже В начале января вообще Вот Но на самом деле Исторически Было все Не зимой Не в декабре И тем более Не в январе Вот А было все Дело было в сентябре Дело было в сентябре По нашему получается Да Начало месяца Чешли Праздники Осенние праздники Господни Потому что Эти праздники Говорят нам О пришествии Господнем Как раз Да Вот И второе пришествие Мы ожидаем тоже Как раз Вот на облаках Да Я знаю что Ну Те кто в теме Те кто изучает Библию Изучает Слово Божье Знают о чем говорю Да Да Хорошо Дамы и господа Братья и сестры Добрый вечер Еще кто присоединился Вижу Да Слава Богу Еще люди присоединяются Молодцы Слава Богу Вот Те кто присоединился Напоминаю Что Сегодняшний вечер Я посвящаю Как раз Дню Памяти Трагедии Еврейского народа С одной стороны С другой стороны И Героизма Европейского еврейства Да Сегодняшний день Еще раз Почту на иврите Как он называется Еще раз Почту оригинально Потому что Сегодня вечером Он начинается Именно сегодня вечером Да По-русски Звучит как День катастрофы И героизма Европейского еврейства Получается Шоа Обычно в народе Ну вообще Обычно принято говорить То что произошло С еврейским народом Роза пишет Да Добрый вечер Друзья Аллилуйя Обычно Принято называть То что произошло С европейским еврейством В 20-м столетии Да Принято называть Холокост Но Это название Оно светское И оно как бы Оно режет уши Евреям многим И Оно Ну не очень распространено Внутри Израиля Чаще всего Мы называем это То что произошло В 20-м столетии Да Во время Второй мировой войны Называем не Холокостом Чаще всего мы называем это Шоа Шоа То есть Трагедия Ну можно так перевести Или катастрофа Катастрофа Да Катастрофа Можно так перевести По крайней мере Здесь переводится Как катастрофа А так можно Как величайшая трагедия Шоа Ля Шоа И вот Друзья Да И местописание Сейчас хочу прочесть Я Которое начал читать Было Перед трансляцией Из Исаии Как вот некоторые Исследователи говорят Библии Евангелие От Исаии Потому что Настолько У этого пророка Много сказано О Машиахе О грядущем Христе Что О Новом Завете Вообще О крови Христа Вот Что Такое ощущение Что он писал Как будто бы Как один из евангелистов Поэтому некоторые Проповедники И учителя Библии Порой называют Книгу пророка Исаии Называют Евангелием От Исаии Но в чем-то это правда Потому что Евангелие Это благая весть Это радостная весть И этот пророк Он очень много Такого Ну и страшного Прочества Конечно У него Страшное Прочество есть Но очень много Такого Удивительного И оптимистичного Вообще И как раз Указывает На Машиаха Указывает На Христа На Помазанника И вот Начало Сорокового Раздела Этого Сороковой Главы Звучит так Вот С самого начала Этой главы Сороковой Исаии Пророка Утешайте Утешайте Два раза Это слово стоит Утешайте Утешайте Народ Мой Говорит Бог Ваш Говорите К сердцу Иерусалима И возвещайте Ему Что Исполнилось Время Борьбы Его Что За неправду Его Сделано Удовлетворение Ибо Он От руки Господни Принял Вдвое За все Грехи Свои А дальше Как Новозаветное Как раз В Новом Завете Цитируется Это все Об Иоанне Глаз Вопиющего В пустыне Приготовьте Путь Господу Прямыми Сделайте В степи Стези Богу Полнится И всякая Гора И холм И допонизится Кривизны Выпрямятся И неровные Пути Сделаются Гладкими И узрит Слава И явится Слава Господня И узрит Всякая Плоть Спасения Божия Ибо Уста Господни Изрекли Этого Аллилуйя Аллилуйя Голос Говорит Возвещай И сказал Что мне Возвещать Всякая Плоть Трава И вся Красота Как цвет Полевой Засыхает Трава Увядает Цвет Когда Дунет На него Дуновение Господа Да Добрый вечер Берутэ Пишет Да Слава Богу Слава Богу Да Трава Засыхает Восьмой Стих Сороковой Главы Исаии Цвет Увядает А Слово Бога Нашего Пребудет Вечно Аллилуйя Аллилуйя Дальше Говорится Взойди На высокую Гору Благовествующий Сион Возвысь Силою Голос Твой Благовествующий Иерусалим Возвысь Не бойся Скажи Городам Иудиным Вот Бог Ваш Вот Господь Бог Грядет Силою И мышцы Его Со властью Вот Награда Его С ним И воздаяние Его Пред лицом Его Как пастырь Он будет Пасти Стадо Своё Агнцев Будет Брать На руки И носить На груди Своей И водить Дойных Аллилуйя Аллилуйя Спасибо тебе Господь Спасибо Благодарю тебя За этот Прекрасный Вечер Да Друзья Братья Сестры Еще Кто Присоединился Вижу Да Напоминаю Что сегодняшним вечером Начинается уже 27 Ниссана Это в календаре Израиля Современного Государства Израиля 27 Ниссана Это что? Это день памяти Да Трагедии И героизма Европейского Еврейства Вообще-то Связано Почему Весной Да Почему в Ниссане Этот праздник Потому что Это связано С Варшавским Восстанием Которое Произошло Как раз Вот на На Пасху Да В Ниссане 14 Ниссана Но Нехорошо День памяти Вот такой Трагедии Да Значит Праздновать 14 Ниссана Как раз На Пасху Поэтому Посвящавшись Вот Вожди Израиля Будем так говорить Да Современного Приняли решение Вот 27 числа Праздновать Как раз Эту дату Вот так что Мы присоединяемся В Израиле В Израиле Начинается Эта дата Праздноваться Вечером Сегодняшним Вечером Как раз И онлайн Пожалуйста Можете присоединяться В Израиле Есть сайты Где можно Заходить И принимать Участие Как раз Онлайн Вот Что я и намереваюсь Как раз Тоже сделать На фейсбуке Я уже выставил Информацию Вот Подключайтесь Присоединяйтесь Сейчас Ну наверное Сейчас после эфира Еще раз выставлю Постараюсь Еще Пару ссылочек Сброшу Вот Ну в принципе Их легко найти Самому даже В интернете Вот Потому что Из-за карантина В Израиле Все мероприятия Сегодняшнего Вот Сегодня вечером Начинающимся Дня памяти Трагедии И героизма Еврейского народа Европейского Еврейства Будут Онлайн Как раз Проходить Вот Хотя Завтра На кладбище Многие Хотели бы пойти Конечно Израильтяне Но Я не знаю Получится Или не получится Потому что Кладбище Тоже закрыто На карантин Ну посмотрим Да И Память Павших Воинов Тоже Вспоминаем Как раз Память Воинов Израиля Молимся За Цахал Сегодняшний вечер Молюсь За Цахал Особенно Цахал Это Ну Такая Аббревиатура Это Армия Обороны Израиля Будем договорить Это армия Ну по-русски Армия Обороны Израиля Вот И Это Наша Еврейская Армия Которая Защищает Израиль Которая Обороняет Еврейский Народ И Ушениями Постовый Постовый По ноге Крест Это Деревянные Чаще всего Я люблю Деревянные Нет Ну Я и металлические Люблю Да В принципе Да Мне очень нравится Допустим Метал Да Вот Просто Старый крест Очень нравится Мне допустим По ноге Металлические Даже нравится Нравится Но Больше Все таки нравится Деревянные Честно говоря Как-то Ну Проще Где просто Там Ангелов Соста Где Мудрено Там Ни одного То есть Действительно Даже И Нестяжатели Те же самые Которые Действительно Тоже Можно Реформаторы 15 века Еще Допустим Вот Они 14 век 15 век Заволжские Старцы Нил Сорский Васям Патрикеев Пожалуйста Там Служили С деревянными Чашами Хотя Это Осуждалось Да Церковными Соборами Там И Богатые Люди Многие Там Допустим Нилу Сорскому Дарили Золотые Чаши Серебряные Чаши Вот Для Богослужения Сосуды Богослужебные А он Приказывал Все это Продавать И на эти Деньги Кормили Голодных Вот Тогда Был голод В России Большой Вот Они Кормили Голодных Вот Сирых Убогих Вот А По-прежнему До самого Своего Последнего Вздоха Нил Сорский Известный Такой Святой Да Он Служил С деревянной Чашей Поэтому Мне больше Нравится Вот такая Вот Такая Евангельская Простота Вот Даже На Богослужениях Не знаю У нас Чаши Есть Значит Но Вот У отца Алексея Допустим Да Чаша Богослужебная Там Серебряная Чаша Но Не Мне нравится Больше Деревянная Она Очень Простое И Понятная И Знаете Естественная Святая Пасхальная Неделя Обязывает Носить То Что Вам Ладыка Положено По статусу А Положено Пасхальная Неделя Уже Закончилась Давно Уже Пасхальная Неделя Закончилась По библейскому Календарю В традиционном Православии Да Сейчас Да Кстати Только вчера Пасха началась В традиционном Православии Я уже говорил Об этом Да И сейчас Считается Пасхальная Неделя Но я это не считаю Пасхальной Недели Это так Это традиция Народная Такая традиция Церковная Но Это не Божья Традиция Это Божья традиция Она обозначена В Писании В Библии И Святая Пасхальная Неделя Уже Давно Закончилась Уже Дамы и господа Проспали Уже Вот Поэтому Значит Поэтому А сейчас Мы Время у нас От Пасхи До Пятидесятницы От Пасхи До Пятидесятницы Вот так Вот Дамы и господа Вот так Вот Братья и сестры Спасибо тебе Господь Спасибо Спасибо За все И Да Вот Как представитель Ереси Житовствующих Вот Официально Заявляю Что Держусь Библейского Календаря Держусь Библейской Пасхи Божьей Пасхи Мне нравится Праздновать Тогда Когда Бог Сказал Праздновать Мне нравятся Библейские Традиции Мне не нравится Честно говоря Особенно Вот эти Куличи Яйца Все это Оккультное Бесовское Душевное Такое Демоническое Ничего общего Не имеющее С христианством На самом деле Но оно Настолько Все это Понимаете Заполонило Пространство Но вы же Помните Написано Еще Ушло Сообщение На телефоне Оно быстро Пропадает Просто сообщение Не успеваю Дочитать До конца Поэтому Только короткие Сообщения Успеваю Прочитать Вот Так что Я помню Что написано Да В писании Действительно И держусь Этого правила Кстати Меня спрашивали Тоже Почему там В традиционном Православии Принято Куличи Есть Крашеные Яйца Я об этом Тоже говорил Тогда будет На небеси Алексей Сылается На Вырванную Из контекста Цитату Что якобы Церковь Она Повелевает И Христу И Богу И Сам Господь Бог якобы У нас На посылках Как золотая рыбка О чем Старуха мечтала Все время Но Осталась Простоволосая Осталась У разбитого Корыта Вот И христианство Когда думает Что Бог Будет у нас На посылках Оно Деградирует И Вот Православие Традиционно Этому Яркая Иллюстрация Ярчайшая Иллюстрация Дамы и господа Как раз Я об этом Как раз И Рассказывал На семинарах Алексей Послушайте Мои семинары Не поленитесь Не пожалеете Неизвестная История церкви Или просто История христианства Здесь же На ютубе Есть На этом канале Есть там Десятки разных Семинаров Моих По истории церкви Я там все подробно Рассказываю Вот Игумен Александр Кто Вправду Пишет СМС Алексей пишет Вот Не знаю Вы знаете Ну Возможно Алексей Возможно Александр Не важно Вот Здесь дело Действительно В самом Вот В принципе Ну это о реформации Тема о реформации Я буду говорить Дальше В следующем Вечера Продолжать буду Говорить о реформации Вот О позиции Современных Жудовствующих Да Православных О реформации Как в православии Так и Значит Вообще В мировом христианстве Вот Но сегодняшний вечер Я хочу Все таки посвятить Другому Другой дате Бог над всем И любит грешников Да И поэтому Он спас нас Поэтому он Действительно Если бы он не любил А он написано Возлюбил Опять таки В слове Божьем Говорится Бог возлюбил Мир Возлюбил Весь мир Действительно И отдал Самого себя На распятие На крест На Голгофу Сына своего Единородного Дабы всякий Верующий в него Не погиб Но имел жизнь вечную Да Спасибо Господь Спасибо Вот и сегодняшний текст Прочитанный Из Исаии Пророка Как раз вот говорит Тоже О великой Божьей любви Утешайте Утешайте народ мой Говорите к Иерусалиму Поэтому сегодня Как вы относитесь К монашеству Никак Я не монах Я белый епископ Вот женатый Да И значит Монахов люблю Благоставляю Само монашество Не приемлю Ни под каким видом Не Монашество Это не для меня Это не для нас Это вообще Это Путь отдельных Отдельных там Граждан Там Да Одиночек Но Не Насчет монашества У меня тоже есть семинары Вы можете посмотреть семинары Опять таки Опять таки Чтобы не повторять Там более подробно В режиме онлайн Я сейчас могу только Короткими фразами Что-то там сказать А более детально С цитатами С ссылками С библиографией Это все Здесь вот есть на ютубе Отдельные семинары Почему Монашество Это не христианское явление Оно Было имплантировано В христианство Но это неизначально наше Я это все подробно рассказываю Как оно пришло В христианство Как монашество Было Ну Внедрено в христианство Будем так говорить Да И всякого рода, через монашество, как всякого рода оккультные традиции пришли в христианство историческое. Все это я подробно рассказываю в семинарах по истории христианства, по истории церкви. Вот сейчас этим вечером хотел бы немного другое. Поэтому, Алексей, я понимаю, что вы традиционный, более такой православный человек. Я был традиционным православным священнослужителем, но ныне никакого отношения не имею к традиционной православной церкви, абсолютно. Никакого отношения. К каноническому православию я не отношусь никак уже, никаким боком-припеком, абсолютно никак. В 1996 году я покончил со всяким каноническим православием. Для меня канонического православия больше нет. Все, путь заказан, я вышел, хлопнула громко дверь. Я не хлопал ее, она сама громко захлопнулась. Меня вдогонку назвали еретиком, отступником, сектантом. Это было еще в 1996 году. С того времени, с 1996 года, до 1996 года, да, я был священником канонической православной церкви Московского Патриархата. Вот, а Алексей пишет, он игумен Александр, стрижен в Александра Свирского. Вот, так что вы монах, получается, да. Ну, извиняюсь, если вас затронул за живое, но благоставляю вас. Не, монахов люблю, конечно, но монашество не приемлю, нет, говорю. Не, само монашество не приемлю. Вот, монахов, да. У нас монахи есть, да, в церкви, слава Богу, за реформаторов Александр пишет. Другой уже Александр, уже Никитин, который, да. Вот, дело в том, что у нас монахи, которые приходят, монахи к нам в церковь с канонического православия, допустим, то они у нас, ну, берутся за нормальную жизнь, женятся, рожают детей и ведут нормальный образ жизни уже. Вот, монашество, значит, оставляем за порогом. Я являюсь священнослужителем неканонической, слава Богу, живой, нормально, адекватной, такой, реформаторской, обновленческой, православной, жадовствующей даже, православной церкви. Вот, да, вся информация есть на ютубе, опять-таки, и есть там в сетях социальных. У меня шестеро детей, внуки, вот, слава Богу, дети, внуки, все, Господь благоставил нас супругой. И с каноническим православием я ничего общего не хочу иметь, абсолютно, абсолютно. Для меня это, знаете ли, ну, скажу так, это прошлое, которое... Для меня это прошлое, одним словом. Для меня это прошедший день. И я лишь могу пожалеть людей, которые до сих пор еще верят вот каноническому православию. Каноническое православие это, ну, скажу так, очень проблематичное ветви христианства. Очень проблематичное. Поэтому мое отношение такое, как реформатора, нести Слово Божье, вот, всем и вся, вот, и благовествую всем и православным, и инославным, и всем-всем-всем-всем-всем благовествую, чтобы люди спасались. Вот, ну, Александр Алексей сегодня и все, всем православным, протестантам, католикам, иудеям, мусульманам, потому что мне писал мусульман, он сейчас буквально вот перед эфиром, буквально, тоже. Вот, как вообще, с авиасофорной пастушницей выйдет замуж. Очень сильно благоставит ее, конечно, очень сильно благоставит, потому что, ну, да и вы, хватит, бросайте монашество свое, слушайте, Александр Алексей, бросайте монашество, рожайте детей, воспитывайте внуков и берите за ум, хватит уже, намонашествовали. Слушайте, я скажу монахам, ну, просто, ну, моя молитва за вас, и пусть Бог благоставит вас, пусть Бог благоставит. Вот, и потому что это путь, это не христианство, у меня есть такая, но боится страшно. Вот, потому что такой дух сектанский, там, запугали монахов, запугали, вот, уйдешь, значит, все, там, на тебя проклят, обрушится, ой-ой-ой, я таких встречал много раз. Я сам хотел быть монахом, хотел быть, когда-то, в 87-м году, в 88-м году, когда начинал служение свое, значит, да, как церковнослужитель, чтец был, и подиаконствовал тогда, значит, да, в 87-м, 88-м годы, как раз приезжал тоже и в Лавру, значит, тогда Троица Сергиева, в Загорск, тогдашний. Вот, значит, и жил там в Келье, там, значит, тоже, вот, и, аминь, монашество не для христиан, Валентина пишет, да, слава Богу. И вот, слава Богу, что осознал, что это не для меня, и вообще-то не для нас, не для христиан, для христиан, вот, наше служение, вот оно, вот, ну, сам Христос, сам Христос. Не, ну, хотя есть люди-одиночки, пожалуйста, есть люди-одиночки, есть люди, которые живут, вот, один, допустим, да, Иисус сказал, кто может вместить, да вместит, есть такие люди, на самом деле, природа такие даже, есть там, трагедии какой-то, ну, всякие люди есть такие. Но это не должно стать, вот, правилом для церкви, ни в коем разе, абсолютно ни в коем разе. Да, спасибо, Господь, спасибо тебе и за монахов, спасибо тебе и за монашек, спасибо, Боже, и за Твое вразумление для них тоже, благостави, Господь, Боже. 52 года, ну, мы с тобой, мы с вами ровесники, получается, да, вот, мы с вами ровесники, получается, но, знаете, вот, в Екатеринбурге проповедую, может, даст Бог, увидимся еще, проповедую, но давно уже не был, правда, честно говоря, давно уже, уже несколько лет уже не был, вот, проповедовал там в области, в основном на Южном Урале, это Челябинск, Челябинская область, или на Северном Урале. Монастыре есть интернет, ну, а как же, интернет везде есть, шалом, вопросы, шалом, воскресе, вот че. Да, друзья, я хочу все-таки пару слов сказать о вот наступающем сегодня таком событии, знаете, очень важном событии, это намного важнее, чем монашество, город Косли, и там проповедовал тоже не раз, и, значит, там, и... Ой, забыл я, какие города еще там, там много, очень городов, в Челябинской области, вот, очень много городов посетил я, с проповедью маленьких поселков, больших городов, родной город Косли. Ну, это Кассельское литье, он был в музее в этом, да, классно, мне понравился очень, да, очень хороший городок такой, старые домики такие, да, мне очень понравился, слава Богу. Вот, и пусть Бог благословит всех вас, друзья, да. Кстати, с немецкого города Кассель приезжали, как раз, литейщики туда, вот, которые в Косли когда-то передавали, ну, их предки передавали свои секреты литья, кассельского литья, с города Касселя. Город Кассель, это в центре Германии прям, шалом, Серафим пишет, да, шалом, 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 аллилуйя. Да, и приветствую свою семью и всех, кто сейчас онлайн, я вижу, еще присоединилось много людей, слава Богу, да, здорово, молодцы. Добрый вечер, да, еще кто присоединился, новые люди вижу, и на Кипр, византийское христианство, ну, даст Бог, на Кипре послужу. Меня приглашали на Северный Кипр, там, где мусульманское служение, и там среди мусульман есть, значит, там, есть, этот, христианские церкви, есть старый христианский храм, вот, значит, в Северном Кипре. Вот, и приглашали там послужить тоже в этом храме, он православный храм, но открытый для всех, и там, значит, пожалуйста, и протестанты собираются, и католический ксенц приезжает тоже там служит, да, службу свою. То есть, как бы, и приглашали меня тоже послужить. Вот, ну, даст Бог, побываю. Это со стороны Турции надо заезжать, на Северный Кипр, получается, да, вот, сказали мне так вот, таким маршрутом надо двигаться. Вот, Господь облагословит. Как Песах в Самеях? Ну, как Самеях, да, но Песах-то уже закончился. Песах закончился, Песах закончился, Песах закончился, Самеях остался, да, шалом остался. Лидия пишет, шалом, да, аминь, аминь, аминь. Так что, да, друзья, хорошее время, да, продолжается, уже завершается месяц Ниссан, месяц Авив, да, значит, месяц Пасхи, месяц нашего Исхода, месяц Божьего Чуда, избавления нашего, да, спасения нашего, вот, потому что наша Пасха – это сам Христос, сам Машеях, сам Спаситель наш. Вот, и ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надвижало бы нам спастись. Сия вера христианская, сия вера апостольская, сия вера вселенную утверди. И мы провозглашаем эту же веру, уже почти два тысячелетия на этой земле. Вот, и молюсь сегодня, да, Отцу Небесному во имя Иисуса Христа, молюсь и благоставляю. Слава Богу! Да, пусть Бог благоставит, да, и вечерний правильный тоже помянитесь сегодня тоже Израилем, помолитесь тоже, да, потому что сегодня, да, вот, начинается вечером, как раз, вот, день памяти трагедии еврейского народа и героизма. Трагедия и героизм. Да, а почему, я уже говорил, но, как бы, еще раз напомню, потому что люди новые присоединились, потому что в этом месяце Ниссан как раз было восстание в Варшавском гетто, и спасибо, спасибо, огромное спасибо. Вот, и как раз это время стало временем не только трагедии, но и временем героизма. Наверное, видели фильм вы, значит, фильм Шпильман, пианист, пианист фильм, да, значит, вот там как раз тоже рассказывается, вот, в конце там, Варшавское гетто, восстание в этом гетто, да, вот как раз события эти вспоминаются. Я был в Варшаве, бывал там, значит, на том месте, как раз, где мемориал Варшавского гетто, вот, где, значит, вот, ну, сейчас карантин, сейчас, да, сейчас совсем другие условия, но там проводились молитвы. Мы вместе с пастором Андреем, с другими, там, братьями, там, разной конфессии, с отцами-доминиканцами, там было много очень разных христиан разных конфессий, молились вместе, вот, и благоставляли Израиль на том месте, как раз, вот, где было, вот, как раз Варшавское гетто, где последний был, как бы, оплот, что ли, или разгром Варшавского гетто произошел. То есть, как бы, да, вот, и вот это событие, восстание Варшавского гетто, это стало событием, которое, вот, поминается ежегодно, с того времени вспоминается, как именно пример героизма европейского еврейства. Вот, и сегодня молимся, да, Инночка пишет, да, хороший фильм, да, очень хороший фильм, с удовольствием его много раз уже мы смотрели, да, Ин, и вот смотрели, вот, и здесь в церкви у себя, я уже рекомендовал уже братьям, не раз уже. Жалко, что, вот, значит, такие хорошие фильмы, их вот сейчас вот, вот, хорошо бы просмотр сделать в церкви, смотрел фильм от имени всех своих, там тоже немного об этом, да. Разные фильмы, на эту тему уже есть уже разные фильмы, вот, и хорошо бы такой, вот, отец Алексей Гущин, покойный уже, да, у него была идея такого киноклуба, да, киноклуб, там, чтобы обсуждались какие-то вот фильмы, вот, в такой церковной среде, как бы, да, мы вот, чтобы посмотрели все вместе, или по отдельности, допустим, а потом, ну, как бы, кто как может, кто по отдельности, кто вместе просмотр сделать, вот, а потом сделать обсуждение какого-то фильма, и вот такой киноклуб, это очень хорошая идея, вот, и хотя вот с Алексеем не получилось осуществить эту идею, к сожалению, да, умер наш брат, значит, да, значит, там, и, вот, знаете ли, но, я думаю, что кто-то из наших священников здесь, эту идею в Киеве подхватит, вот, я очень прошу, да, чтобы кто-то подхватил эту идею, потому что, ну, надо продолжить эту, сама идея очень хорошая, киноклуба такого. В Бабе Миру, да, материнская цыпа, заяц и муж, в Бабе Миру, да, Бабе Яра здесь в Киеве, кстати, да, здесь в Бабе Яру, это в Киеве, я слышал даже, что, значит, станция метро Лобецка, значит, там, или, нет, значит, какая-то, Дрогожичи, да, Дрогожичи, да, теперь будет Бабе Яр, а вы на Украине, в Киеве, сейчас, в данный момент, да, на карантине здесь в Киеве, да, у себя в церкви, вот, и, я даже пишу трансляции, где начинается, под каждой трансляцией пишу, где именно трансляция состоялась, вот, эта трансляция написана в Киеве, да, Киев, это буквально так и есть Киев, вот, и, но из-за карантина служения в церкви у нас нету, такого церковного, вот, я приехал только, вот, получается, раз только у нас был в церкви, ну, два раза еще, там еще приезжал еще один раз, и все, и начался карантин, значит, и, как бы, его служение больше не стало, но, вот, братья молятся, священники молятся наши по домам, вот, отец Виктор приезжал с Черкасской области, тоже он служил у нас, записи есть на видео тоже, здесь, значит, на Ютубе, вот, как раз вот перед карантином, успел он поделиться словом, и уехал, как раз к себе в Черкасскую область, там, за Венигородку, вот, вот, ну, а теперь к нему, когда, я не знаю, Господь даст, хотелось посетить всех наших священников, конечно, я ехал сюда, как раз в Украину, именно с такой целью, чтобы в течение, там, месяца, двух, там, чтобы посетить всех наших священников, побывать, вот, и на востоке, на западе, и на севере, на юге, по всей Украине, но, вот, не получилось, но все во благо, любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, вот, и мы действительно ко благу, вот, даже вот эти события, о них о благу, потому что, будучи изолированы карантином, верующие начинают взывать, вот, пред лицом Бога один на один, да, и чем меньше внешнего действия тогда для человека, да, тем более внутреннего действия начинается, ну, это просто, ну, неизбежно даже, потому что человек, он больше оказывается один на один с самим собою, один на один со Всевышним Богом, и это великим, великим благословением является для человека, огромнейшим благословением, Аллилуйя, да, Роза пишет, Аминь, 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 Господь, благословен Ты Царь наш, благословен Господь, и еще раз, начало самое, я только начало прочту, первых два стиха этих, 40-й главы Исаии, в молитве прочту, Господь, благослови чтение Слова Твоего, благодарю Тебя за Исаию, пророка, за эту 40-ю главу, за это начало, удивительное начало этой главы, 41. Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш, говорите к сердцу Иерусалима, и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправду его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои. И, слушайте, действительно, за грехи свои люди страдают, да, и народы, и племена, но здесь же, в этом же стихе втором, говорится удивительное, да, исполнилось время борьбы его, да, и что за неправду его сделано удовлетворение. И это исполнилось, буквально исполнилось в Новом Завете, что за грехи всех нас, Машех, Христос на кресте совершил это удовлетворение пред лицом Бога. Он действительно совершил это искупление, совершил спасение, и за Израиль, и за все народы наши истрадавшиеся земли, за всех и за каждого, совершилась великая искупительная жертва. «Спасибо тебе, Господь!» И первый стих вообще, он настолько удивителен. Переводчики синодальные перевели здесь буквально очень правильно, кстати. Хотя есть еще и более точный такой перевод. Я читаю разные переводы. Но вот синодальный перевод так звучит, да, «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш». То есть это прям, вот знаете, как будто не просто времена Исаия, а как будто наши времена, прям буквально имеется в виду. Настолько потрясающе. «Бог ваш», то есть наш Бог, да, Бог евреев и язычников, Бог, спасший всех нас, отдавший Сына Своего за всех нас, Он говорит, «Утешайте, народ мой, говорит Бог ваш». Чувствуете, да, это послание, удивительное послание. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Да, друзья, и вот согласно вот этим стихам я вот просто молюсь о том, чтобы действительно вот это чудо свершилось. Утешение, утешение, потому что исполнилось, спасение совершилось. Великое спасение. Кстати, говоря о трагедии и героизме, вот об этом дне, сегодня начинающемся, ну и еще 26-е у нас на дворе число Ниссана. Еще вечер такой, ранний вечер, еще темнеет только у нас здесь. Вот, но как стемнеет, начнется 27-е уже Ниссана. Вот как раз этот самый день, день памяти, да, и шоа, и трагедии, и героизма. Так вот, и, значит, в этот день хочется вспомнить не только, конечно, вот, что произошло тогда во время Второй мировой войны, а вообще, вот, очень непростые взаимоотношения церкви и Израиля, Израиле и церкви. Я, вот сейчас, отвечая на вопросы, да, значит, я упомянул о своих семинарах по истории христианства, истории церкви, неизвестной истории церкви или истории христианской церкви, истории христианства, под разными названиями, там разных лет есть семинары мои здесь на ютубе. Вот, и хочу новый семинар записать, вот, даст Бог, студийная, чтобы была запись. Вот, сейчас время карантина, но, я думаю, Бог усмотрит, вот, именно, такую студийную запись. Я с братьями, братьям писал, но пока, ну, не знаю, ответа пока нету. Здесь в Киеве есть, пожалуйста, вот, коплыца наша, да, она сейчас опечатана просто, значит, там, и часовня, да, опечатана, поэтому, ну, из-за карантина. Может, позволит хотя бы не служение проводить, а вот, чтобы записать хотя бы, да, допустим, семинар. Вот это было бы здорово. Но нужна машина, да, здесь, в Киеве, сейчас я без машины. Вот, если кто киевляне, кто на автотранспорте, то, и можете послужить, какие-то дни, допустим, на следующей неделе, допустим, да, то пишите мне, хорошо? Вот, эти дни буду готовиться к семинару, даст Бог, на следующей неделе буду проводить семинар. И постараюсь сделать онлайн, тоже трансляцию, значит, сделать самого семинара. Вот, даже если не получится в часовне, там, провести в коплыце, в этой, ну, Бог усмотрит, верю, какое-то другое помещение тогда. Вот, может быть, где-то поблизости здесь, здесь вот, на Черниговской, здесь вот, на Лесовой, есть несколько залов, тоже закрытых на карантин, но где можно было бы, в принципе, вот, провести тоже семинар. Сделать запись такую, вот, думаю, это было бы очень интересно. Да, друзья, возлюбленные, дети Божьи. И говорю о семинарах вообще по истории христианства, это одно, но в этом блоке истории христианской церкви есть очень важная составляющая, очень важные семинары, именуемые, называемые чаще всего «Израиль и церковь», «Церковь Израиль». Эту тему я давно уже раскрываю, вот, и очень хотел бы записать новый семинар, более полный, более насыщенный, с цитатами, с примерами, такими, с большой библиографией, вот, тоже прошу ваших молитв за это, хорошо, друзья? Прошу ваших молитв. Да, слава Богу, пусть Господь благоставит во имя Иисуса Христа, благостает всех вас, дети Божьи. И сегодня молюсь за Израиль, молюсь за Иерусалим, вот, и из-за карантина в Израиле события, вот, сегодняшняя вот дата, да, отмечаемая сегодня вечером и завтра днем, будет отмечаться онлайн, вот, будет отмечаться вот таким образом. Но это позволит и также, с другой стороны, очень многим, многим, миллионам просто верующих разных конфессий, разных динаминаций присоединяться к молитве за Израиль, присоединяться. Сегодня вечером, прямо сейчас, сейчас время у нас сколько? А, уже, уже 7 часов есть уже, да, 19, да, 01 написано у меня. Так вот, уже вечером, вот, как раз в 19, по-моему, молитва начинается за Израиль, Кемо, здесь в Киеве тоже. Киевская еврейская мессианская община, это мои старые добрые друзья, старшим раввином является там пастор и раввин, старший, да, Борис Саулч, Гриценко. Вот, очень люблю я его и многолетней дружбой нашей дорожу, вот, и у них тоже сейчас онлайн проходит молитва эта, вот, поэтому присоединяемся тоже к молитвам Киевской еврейской мессианской общины, наша вот реформаторская православная церковь Христа Спасителя присоединяется. И всех вас призываю, верующих разной конфессии, разной динаминации, прямо сейчас, прямо вот в эту минуту начать молиться за Израиль, благоставляя Израиль. Слава Тебе, Святой, слава, 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 благословен Господь Бог наш, благословен Царь Израиля, благословен Бог Авраама, Исаака, Якова, Бог возлюбивший мир и отдавший Сына Своего за нас. Творец неба и земли, слава Тебе, наш Отец любящий и любимый. Благодарю Тебя, Господь, благодарю, благодарю, благодарю Господь за верность Твою, потому что дары Твои и призвания Твои не приложены. И история Израиля действительно явно доказывает Твою верность Твоему Слову, да? Ты верность Твоему Слову, и Ты действительно, да, Тот Бог, кому мы можем смело доверять и кому мы смело доверяем, Боже, свои души, свои жизни, свои судьбы и временные и вечные. Слава Тебе, Господь, слава. Потому что дары Твои и призвания не приложены, не приложены. Спасибо Тебе, Господь, спасибо за все. Благостави Израиля сегодня, прошу Тебя, Господь. Боже, в этот день, да, вот уже конец этого дня, и в преддверии 27-го же Ниссана, дня памяти, да, трагедии и героизма европейского еврейства, «Прошу Тебя, Господь, благослови, благослови Израиль, возрожденное Тобою, еврейское государство, одно из величайших знамений нашего времени. Благостави Иерусалим, Господь, столицу Израиля. Благостави, Господь, Сахал, армию обороны Израиля. Благостави, Господь, благостави, Господь, Боже, Бениамин Антоняху, Господь, Боже, благостави, Боже, Биби, благостави его, благостави, благостави. Благослови Господь Боже всех братьев, сестер, всех мессианских верующих, христиан разных конфессий и динаминаций в Израиле, и православных, протестантов, католиков очень разных, мессианские общины в Израиле, благослови Господь, умножь их Господь Боже действительно, пусть по всему Израилю действительно, просто-напросто сеть евангельская Божия распространяется, пусть мессианское братство растет Господь Боже, слава Тебе. Слава, слава, слава Тебе и хвала Господь, слава, слава. Благодарю Тебя, благодарю Тебя. Аллилуйя, аллилуйя. Благословляю Израиля сегодня. Этими словами благословения, благословляю Израиля, благословляю Иерусалим. Субтитры создавал DimaTorzok Иисуса Христа Субтитры создавал DimaTorzok О, Аллилуйя! Бог Авраама, Исаака, Якова Отец наш, Ава, Отче Творец видимого всего и невидимого Любимый и любящий Бог Благослови всех нас, детей своих Благослови сегодня Израиля Благослови сегодня Иерусалим Благослови сегодня Боже, во имя Иисуса Христа Благослови Ради своей великой любви, Господь, Боже Как сказано здесь у Исаии В сороковой главе Да, эти слова Сегодня актуальны, как никогда На протяжении этих десятилетий После уже Второй мировой войны Эти слова актуальны, как никогда Действительно, приближается уже дата 72-я годовщина, Боже Возрождения Израиля Государства еврейского Спасибо, это Великая честь жить в это время Великая честь жить в то время, когда действительно Исполняются Твои пророчества Исполняются прекрасные обетования Библии Спасибо, Господь, спасибо Спасибо, спасибо Да, друзья Слава Богу Благословляю сегодня Израиль Молюсь сегодня Да, Александр пишет Да, любовь Христа безмерно велика Роза пишет, аминь, Иночка Благословение на Израиле, Иночка пишет Да, вижу Последние три сообщения Спел прочесть Да, дети Божьи, возлюбленные Сегодня будем молиться Вот, вечерняя молитва Об этом наша сегодняшняя И к этому призываю всех вас Дорогие друзья Присоединяйтесь к этой молитве Хорошо Присоединяйтесь И наши священнослужители Наши священники Присоединяются Тоже и получается В разных городах Здесь По Украине Вот В Румынии Вот Наш епископ Богдан Ионеско Вот присоединяются Писал, что как раз Вот именно Но они через час еще То есть у них там Чуть попозже Начинается тоже мероприятие Молитва Вот И благодарю Бога За братья Благодарю Бога За действительно Такое единодушие Молитву эту Вот Это очень важная молитва Очень и очень важная молитва Вот Слава Богу Спасибо Господь Спасибо 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 за все Спасибо Спасибо И льется как река Аминь Аминь Любовь Христа Льется как река Давайте Тогда утром Сделаем причастие Хлебопреломление Завтра утром Сейчас я буду тоже Сделать хлебопреломление Причастие Но наверное Один на один сделаю С Господом С вами хорошо Но без вас Как-то тоже Хорошо Извиняюсь Но Не ну Причастие Когда Онлайн Хотя онлайн Тоже прекрасно Это С другой стороны Это на самом деле Очень хорошо Тем что Люди разных конфессий Вместе Преломляем хлеб Я призываю вас к этому Ночью сегодня Может кому-то Бог побудет Совершить причастие Такую Евхаристию Хлебопреломление Вот Я сейчас вот Собираюсь сделать Причастие Тоже Вот И Инночка Как ты думаешь Ты будешь Понимать Причастие Сейчас Вот Могли бы с тобой Или в мессенджере Или здесь Без нас лучше Оля пишет Да Без вас тоже Хорошо Я исправился Что не лучше Всегда хорошо Когда С Господом Да Спасибо Благословение Из Испании Да Благословение Всем святым В Испании Радоваться Нет Да Вот Инночка Да Люблю тебя Очень И давай С тобой Сделаем И давай Испавство Сделаем Тогда Вот Друзья Совершите Причастие Тоже со мной Сейчас Тогда Хорошо Кстати Где у меня Сейчас Да У меня У меня Здесь Есть В принципе Все Готово У меня Есть Еще Сок Есть Еще Вот Мало Скалось Уже Надо Завтра Купить Еще Сока Да Аминь А после С Господом Да Инночка Молодец Да Спасибо Я тоже Думаю Вот Все Так Наверное Будет Так Верточнее Потому Что Я Один Один С ним Хочу Это Сделать Ну И С вами Давайте С вами Тоже Сделаю Тем Моле Хлеб У меня Готов Я Разогрел Здесь Остыл Уже Хлеб Сегодня Разогрел Да Очень вкусно Кстати Получился Хлеб Лепешка И Тоже Да Вот Лепешка И Благодарю Бога Всесильного За Его Великую Любовь И Это Здорово Что Онлайн Мы Можем Тоже Совершать Причастие Вот Верующие Разные Конфессии Разные Динаминации Что Для меня Это Великое Знамение Последнего Времени Великое Знамение Грядущего Машиаха Грядущего Мессия Руслан Пишет Из Брянска Привет Аллилуйя Да Привет Всем Святым Брянске Я там Тоже Послужил Немного Будучи Традиционным Православным Священником В Брянской Области Суражский Район Сураж Неча Клинцы В самом Брянске Бывал Но Не часто Тоже Проповедовал Слава Богу Так что Брянск Очень люблю Благословляю Тоже Вспоминаю Вас В молитвах Давайте Брянске Присоединяйтесь К молитвам Возьмите себе тоже хлебушка Братья и сестры Давайте совершим тоже причастие А потом уже без вас Тоже продолжим Тогда уже один на один С Господом Вот Даже если нет сока У меня здесь осталось Очень мало сока Я вот разделил Сегодня и на утро Вот Значит То тогда Просто воды даже налейте Просто воды И совершим причастие Возьмите хлебушек Какой есть уже у вас Сухарей какой-нибудь Допустим Не знаю там что еще у вас есть Вот Ржаной хлебушек Не знаю какой есть Докторская булочка Главное Само причастие Вот это Не просто качество хлеба Или вина Это качество нашей веры Нашего рассуждения О теле крови Нашего спасителя Иисуса Аллилуйя И кровь Христа Она громче Крови всех Невинных жертв Сегодня мы вспоминаем Этим вечером Кровь шести миллионов Евреев Да Из них полтора миллиона Дети Несовершеннолетние дети Страшно конечно Страшно Сегодня смотрел фотографию Стены Газовой камеры В Аушвице Без содрогания внутреннего Невозможно смотреть на это все Она вся и сцарапана Тысячами рук В предсмертной агонии И знаете Кровь всех Невинных жертв Она вопиет К небесам Кровь мучеников Кровь безвинных Вопиет Как кровь Авеля В свое время Вопила От земли И Расшифровка Этого вопля Она довольно проста Кровь Вопиет об отмщении В принципе Все люди Больше или меньше Это понимают Больше или меньше Во всех народах Во всех странах Континентах Об этом есть Сказки Сказы Рассказы Повести Легенды Вот И Люди живут этим Многие До сих пор живут И По милости Господней Почти 2000 лет назад 1990 летом назад Была пролита Кровь Самой невинной Жертвы Кровь Агнца Божьего Который безгласен Престригущими Его Стоял Это кровь Самая невинная В истории Человечества Кровь Сына Человеческого И Сына Божьего Она Вопиет О прощении Если Вся Кровушка Невинных Жертв Начиная С крови Авеля И крови Захарии Потом И вот до Сегодняшнего дня И крови Жертв Холокоста Шоа Вопиет Об отмщении То Кровь И Шоа Кровь Иисуса Вопиет О прощении Не Об отмщении А О прощении Прощение Кровь Человеческая Об отмщении А кровь Божья О прощении И кровь Божья Она Сильнее Всех Кровей Я когда-то Это слышал И чувствовал Помнишь В Киеве Да Да И Действительно Это так Это правда И кровь Божья Кровь Сына Божьего Вопиет О прощении И она Громче Чем Кровь Авеля Громче Чем Кровь Всех Невинных Жертв Этой Земли Слава Тебе Господь Господь Спасибо Тебе За эту Возможность Сегодня И не только Один на один С Тобою Преломить Хлебушек Но и Вот так Вот С братьями Сестрами Моими Совершить Это Причастие Спасибо За мою Супругу Которая Вот так Надо умело Мне на самом деле Поступить Спасибо Господь Спасибо За всех Братьев Сестер Спасибо Господь Спасибо И Преломляя Хлеб Сегодня Этим Вечером Воздаю Тебе Славу Да Больно Вспоминать Очень больно Очень больно И слезно И обидно И досадно И вообще Горько Вспоминать Кровь Миллионов Невинных Жертв Но Сегодня Я Провозглашаю Победу Твою Твое Прощение Твою Милость Твое Спасение Для всех И вся Ты Есть Свет Просвещающий Всякого Человека Приходящего В этот Мир И тебе Дороги Все И Вся Ты Спас Всех Твоя Любовь Она Распространилась На всех И Ты Есть Свет Просвещающий Все Народы Свет Просвещению Всех Народов Как сказано Тебе Было Духом Святым И Ты Есть Слава Народа Своего Израиля Ты Есть Слава Народа Своего Израиля И Пусть Сегодня Во всех Народах Прозвучит Твое Послание Примирение Прощение 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 Пусть Сегодня В Израиле Прозвучит Это Как Самая Громкая Сирена Прощение 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 Ты Бог Великий Доказавший Свою Любовь К нам К роду Человеческому Отдав Сына Своего За нас Единородного Своего Дабы Всякий Верующий В Тебя Не погиб Но имел Жизнь Вечную Имел Прощение И Прощенные Мы Прощенные Принявшие Твое Прощение Принимаем Это Хлебопреломление Причастие Телой Крови Господу Бога И Спаса Нашего Иисуса Христа Хлебопреломление Причастие Евхаристию Свершаем Святую Межконфессионально Сейчас Межцерковно Спасибо Господи Что наши земные Барьеры Границы Религиозные Политические Всевозможные Культурные Национальные До неба Не доходят И Твоя Любовь Изливается На всех нас Безгранично Безгранично И никакая Самоизоляция Не изолирует Нас От Твоей Любви Никакой Карантин Не закроет Нас От Твоей Любви Наоборот Боже Мы все Ныне Открыты Пред Тобою Благодарю Тебя Господь За Это онлайн Сейчас Литургию Благодарю Господь За то Что в такой Евангельской Простоте Мы сейчас Совершаем Это Причастие Аминь И Скажите Это Сейчас Господу Скажите Так Что Кровью Иисуса Христа Спасителя Моего Господа Моего Я спасен Телом Ломимом На Голгофе Я Исцелен Ранами Моего Возлюбленного Спасителя Иисуса Я Благоставлен Всеми Благословениями Небес Благодарю Тебя Господь Благодарю Тебя Любовь Христа Безмерно Велика Начала Нет И Льется Как Река И Как Волна Лап Зает Берега И Глубока Светла И Широка И Если Б Не Было Любви Любви Христа Мы Б Не Смогли И И Иметь Надежду Вечно Жить И Как Спаситель Всех Людей Любить Жить И Если Не Было Любви Любви Христа Мы Не Смогли Им Надежду Вечно Жить Жить И Спаситель Все Вокруг Любить Всех Людей Любить Приди Приди Скорей 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 Тебя Он Ждет Давно Стоит У Каменных Ворот Стучит Стучит К Тебе Открой Уже Пора Прими Любовь Без Злата Серебра И Если Б Не Было Любви Любви Христа Мы Б Не Смогли И Им Надежду Вечно Жить И И Как Спаситель Всех Вокруг Любить И Если Б Не Было Любви Любви Христа Мы Б Не Смогли Им Надежду Вечно Жить И Как Спаситель Всех Людей Любить Он Возлюбил Бог Возлюбил Тебя Меня Давно Он Он Возлюбил И Тех Кто Лишь Одно Твердили Нет И Поднимали Смех А Бог С Любовью А Бог с любовь призывает всех И если б не было любви, любви Христа, мы б не смогли иметь надежду вечно жить. И как Спаситель всех вокруг любить. О, если б знал, живущий на земле, любовь Христа, лишь ею дышат все. И если б Бог любовь отнял на миг, то этот мир давно б уже погиб. И если б не было любви, любви Христа, мы б не смогли иметь надежду вечно жить. И как Спаситель всех людей любить. И как Спаситель всех вокруг любить. Любовь Христа безмерно велика. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. О, Аллилуйя, Аллилуйя, Тебе Господь хвала. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Тебе Господь хвала. Любовь Христа безмерно велика. Начала нет и льется, как река. И как волна лапзает берега. И глубока светла и широка. Слава, слава, слава. Слава Тебе, Господь, слава, слава. За кровь Агнца Твоего. Спасителя нашего, Господа нашего. Сына человеческого и Сына Божьего. Спасибо, Господь, спасибо, спасибо. За это величайшее сокровище во вселенной. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя, люблю Тебя. Обожаю просто Тебя. Поклоняюсь Тебе. И сегодня, совершая причастие, я благодарю Тебя за Твой любовь. Таинство любви. Вечеря любви свершается. Прямо сейчас. Аминь. Тело Христа. Аминь. Кровь Христа. Аминь. 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 А Аминь. 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 За жизнь мира ты отдал свою жизнь. Слава тебе. Слава, слава, слава. Слава тебе. Кровь Христа, чистого и непорочного агнца.